ребят всем здравствуйте по многочисленным просьбам зрителей моего канала я решила записать такое видео про освещение для орхидеи это немаловажный фактор в уходе самое главное конечно это полив температурный режим и освещение есть еще влажность но если честно за все года что я вообще ухожу за орхидеями я влажность квартире своей нет слежего гигрометра у меня нет вот этим трем принципам я конечно придерживаюсь но влажность нет и не отслеживаю если честно давайте расскажу же немного что такое освещение для орхидеи и многие в основе новички но также знаю что и опытные архоманы допустимые какие-то знакомые почему-то по каким-то причинам они не делают подсветку они не делают искусственное освещение для орхидеи вообще для любого растения не только для орхидеи что такое свет понятно что там солнце солнечные лучи и там необходимое все такое но свет это жизнь это энергия когда получается падает солнце на орхидею она получает энергию происходит все вот этим фотосинтезы обмены и тем самым орхидеи начинают лучше расти себя чувствовать если вы будете пренебрегать и орхидеи выращивать и ставить куда-то там на полку не знаю на какие-то тумбочки комоды без подсветки поверьте мне расти и развиваться хорошо и правильно и здорово здорово они у вас уже не будут если даже вы хотите и приняли для себя решение что будете содержать и где-то на стеллажах и на полках необходимо сверху подцеплять каким-то образом именно искусственное освещение освещение для орхидей должно быть 12-16 часов у меня например на окнах но максимум это четыре часа было бы возможно и больше но у нас перед домом стоит девятиэтажка и наше окно она закрывает всего лишь четыре часа и этого для орхидей для полноценного их роста конечно же мало поэтому я решила для себя чтобы растение так сказать не мучить я повешала для них искусственное освещение и орхидеи теперь на данный момент стали чувствовать себя прекрасно идеально они без проблем наращивают корни листья и также наращивает цветоносы как истинные архиводы мы должны придерживаться именно тому что у нас должны быть специализированы фито лампы они подразделяются на два рода но два рода дворяд это должен быть синий спектр преобладать и розовый спектр но свечение может быть где-то на фотографиях либо где-то вы слышали мельком о том что розовые синие а что это такое синий он необходим именно для наращивания корневой системы и листьев а розовый спектр орхидею провоцирует именно на то чтобы она цвела вообще в идеале покупать именно там где есть и синий спектр и розовый спектр но такие фитолампы достаточно сложно найти даже если вы их найдете они стоят недешево я ранее заказывала именно фитолампу который вот на прищепке и можно было к любому стеллажу к любой полочке хоть куда и можно было подцепить у нее было получается 4 ответвления вот так вот всяко разно она вот могла во все стороны светить но проработала она у меня недолго и толку от нее ребят если честно вам скажу никакого не было я лишний раз потратила деньги на нее и нам немало проработала и она у меня просто вот лежит ее можно взять и выкинуть и поэтому я решила что именно от фитоламп и я отхожу и покупаю для себя обычные светодиодные светильники лет лампы и если конечно но прям далеко и глубоко разбираться именно во всех этих спектрах вообще некоторые производители прямо на коробке пишет рисуют о том где и как преобладает что вы допустим это подсветки преобладает синий цвет для значит для наращивания корней у этой подсветки преобладает розовый цвет вы можете выбирать так как вам угодно либо вы можете покупать купить отдельно розовый спектр и отдельно сильный синий спектр либо вы можете повешать их обе вместе здесь уже конечно на ваше усмотрение это моё реанимационное окно я его так называю здесь именно орхидейки болеют они восстанавливаются и над ними висит именно фитолампа розового свечения вот так она светит это вообще моя одна из первых ламп изначально когда я ее сюда повесил но тоже там много что по незнанию и вот такие орхидеи которые болеют но при этом с цветоносами они начали именно наращивать не то чтобы корневую систему и листья они начали наращивать цветоносы я изначально долго понять не могла по каким же причинам вот вы я вас тут посадила в общем ага значит вы мне должны одно а вы почему-то гоните цветоносы и я долго допетрить не могу оказывается потому что над ними висит именно фитолампа розового свечения которое провоцирует именно орхидею только лишь нас цветение вот уже на днях либо даже сегодня я буду ее менять на обычный светильник чем же все-таки она мне не нравится именно данная подсветка вот даже если вешать ее в какую-то комнату там где мы постоянно находимся это зал либо кухня соответственно глазу это крайне и крайне неприятно мне если честно не понравилось прям вообще-то бьет и такой цвет резки очень некрасиво и во-вторых вот если бы может быть да действительно был синий спектр и орхидеи бы лучше наращивали корневую систему но еще раз повторюсь что в нашем городе ее найти проблематично где-то заказывать по интернету это дорого понимаешь с не кто-то начнет писать комментарии да вот вот этот производитель его купите ребят не надо мне ничего писать я фитолампу больше покупать не буду сейчас я вам покажу какие лампы я для себя выбрала данная комната это кухня и точно такая же подсветка у меня висит в зале вот если честно ребят включая эту подсветку мы даже не включаем вообще основное освещение в этих комнатах этой подсветки нам хватает для того чтобы вообще осветить все комнаты если честно знаете какая еще получается экономия и плюс мало того что орхидеи у меня растут цветут и радуются от данной подске подсветки так еще и мы получается экономим именно на свете это же светильник и он светодиодный он очень много в себя не берет энергии и он является не энергозатратным сама по себе подсветка выглядит именно вот так она здесь в два яруса ну вот на эту грязь если честно не смотрите потому что я эту сторону пыталась изначально ее заклеить потому что когда мы повешали но это от скотча липкость изначально когда мы ее повешали было знаете сказочно светло и нам приходилось ее именно прятать чтобы не было так сильно ярко но сейчас со временем мы к ней привыкли я говорю что мы уже основной свет в комнатах не включаем и поэтому убрали весь этот скотч выглядит вот так вот она и по всей длине также меня кто-то спрашивал о том как вы их крепить и здесь она перевязана леской и подвязана к ручке а основное что ее держит с одной стороны и с другой стороны также поддел вот такое крепление но вот это это заводское а именно вот эти вот болтики гаечки он подкрутил и к самой к самой гордине у нас гордина она вот такая вот трехъярусная и там также он прикрутил леску намотал и все и выглядит как будто бы подсветка она сама по себе парит она никуда не привязана мы не стали прокалывать никакие именно откосы у окон для того чтобы нам окна не портить и получается что именно такая подсветка она никак не влияет на глаза моему взгляду она ни разу не мешает поэтому я вам ее рекомендую повесила я ее на уровне от подоконника до самой лампы 60 сантиметров если у вас орхидея ну либо какое-то растение тени любивая то можно будет повешать ее на расстоянии именно 40 45 сантиметров от лампы до листвы но если у вас орхидеи светло любивая то на расстоянии 15 20 сантиметров от листвы до лампы в моем случае ну знаете видите вы прекрасно да вот есть именно стандартные орхидеи есть какие-то маленькие там есть еще где-то в глубине мини орхидеи малыши 1 и 7 соответственно под каждую из них я подобрать расстояние не могу я просто для себя решила и выбрала что расстояние от подоконника не от листвы до самой лампы у меня будет 60 сантиметров и это достаточно именно моим орхидеям буквально немного я вам покажу результат вот это вот орхидея стояла именно там где была подсветка розового свечения вообще стояла не живая не мертвая на одном месте перенесла ее сюда и спустя неделю начал проклевываться новый листик вот данная орхидея пришла с гнилой корневой и также она простояла на адаптационном окне вроде бы и кстати на адаптационном еще на одном окне у меня не то чтобы именно лампа у меня просто лампочка там она простояла месяц и результата никакого не было перенесла ее сюда орхидея начала очень хорошо и быстро восстанавливаться также данная малыша то о которых я вам недавно показывала вот в этом видео они у меня анимируются и наращивают корни именно на этом окне также вот эти две орхидеи которые мне были присланы почты тоже стоят и здесь прекрасно себя чувствует 1 уже наращивает цветонос листья как вы видите корни все есть и конечно ребят я наблюдала за своими орхидеями как же они поведут себя именно при таком светильнике не при фитолампе отлично чувствует и наращивает все что необходимо прекрасно претензии у меня именно к этой подсветки абсолютно нет по каким же параметрам необходимо выбирать именно вот подсветки но также можно выбирать и фитолампы обязательно у лампы должно быть именно ваты у меня все подоконники они длиной метр пятьдесят и те лампы они по метр двадцать если у вас допустим но окна более узкие лампы есть также и по 60 сантиметров вы можете там каким-то образом 2 повешать либо вам хватает также одной фаты это конечно электрическая мощность чем в ней больше ватт значит она мощнее я выбирала если честно самой мощной и я не пожалела и я оказалась права и чем еще хороши именно led светильники тем что их можно достаточно низко повешать именно над листвой потому что led светильники они не нагреваются и ваши орхидеи они ни в коем случае не обожгут даже если честно я думаю что мне необходимо также будет опустить чтобы было орхидеям еще теплее и еще светлее и второй параметр это я выбирала какое количество лампы будет кельвинов кельвины это именно световая температура лампы подразделяется на три вида это лампы теплового свечения они именно стимулируют орхидеи на цветение у них в основе 3000-4000 кельвинов далее подразделяются на холодно-белое свечение то есть нейтральное у них получается от 4 до 5000 кельвинов и холодного свечения у них преобладает именно синий спектр для наращивания листьев и корней получается что у них идет от 6000 кельвинов я если честно выбирала только лишь ваты и только лишь кельвины лампа самая мощная это 40 ватт и кельвины обязательно должно быть шесть половиной тысяч кельвинов именно столько необходимо для орхидей и для их хорошего состояния здоровья больше ни по каким параметрам я не выбирала светильники поэтому ребят я вам показала свое освещение свои подсветки и вы уже сами смотрите что вам необходимо выбрать но во первых я вижу как только я повесила именно led подсветку именно светодиодный светильник не фитолампу орхидеи стали чувствовать себя прекрасно почему-то я собираюсь на этом реанимационном окне менять подсветку потому что именно но не тот конечно спектр я выбрала нужно было именно мне выбирать синий но здесь розовый и толку от нее вообще мало я лучше куплю led подсветку и во первых цена у нее вот метр двадцать в нашем регионе вот этот обычный светильник он стоит где-то примерно 400 450 рублей если покупать фитолампу это будет стоить наверно также в нашем регионе где-то 1000 ну и более рублей вот если что хотите мне сказать и закидать меня тапками это моя практика это мой опыт и я говорю только то чем пользуюсь я вы конечно можете написать что вот там вот это 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 все тоже необходимо фитолампы прям вообще нужны все нужно я понимаю что все нужно но от чего-то мы иногда тоже имеем право отходить не обязательно ту как сказать нам навязано да опять же понятно что там допустим какие-то агрономы и все такое говорят что вот необходимо вот прям необходимо я такой необходимости именно в подсветке для орхидей не вижу понятно что кит там препараты все такое это вот прям необходимо делать каких-то случаях но от фитоламп можно уйти я вижу прекрасно как орхидея себя чувствует все лето вот именно когда я уже конкретно ими занялась по весне я их повесила где-то буквально апрель май месяц с этого момента орхидеи не чувствуют потребности в чем-либо я увидела как они у меня ожили именно после тех заболеваний после зимних холодов вообще другие цветы стали наращивают и листья и корни я была крайне рада конечно я хотела видео записать еще давным-давно именно про освещение но все никак у меня не доходили руки а сейчас эта тема да действительно актуальна и очень много новичков на моем канале смотрите сами не знаю кому как нравится кто-то может быть действительно хочет фитолампу и все и больше ничего а кто-то может также приобрести и повешать для орхидей обычные лет светильники обычная светодиодная все ребят я вам все рассказала все показала думаю что данный вопрос вам понятен если что-то непонятно обязательно задавайте вопросы в комментариях всегда отвечу подписывайтесь на мой канал делитесь друзьями моими видео когда у ваших орхидеи хорошее освещение то и орхидеи буду чувствовать себя хорошо и прекрасно всем всего самого доброго всем пока